Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Руководитель региона выразил уверенность, что опыт и профессионализм Натальи Негрей, поддержка коллег и коллектива позволит качественно и оперативно решать задачи, находящиеся в компетенции арбитражного суда Карачева-Черкесии на благо республики и страны в целом. С октября начался осенний призыв граждан на срочную службу, который продлится до конца года. Сегодня в Черкесске состоялась торжественная отправка призывников Вооруженные силы Российской Федерации. Подробности у Альбаташева. Сборный пункт военкомата. Множество людей. Несколько минут до отправки на срочную службу. Призывники прощаются с родителями, друзьями и подругами. Как и многие военнослужащие, Кирилл Дысенко надеется отслужить достойно и вернуться домой. Надежда гордится своим сыном. Разлука завершится счастливой встречей. Убеждена мама. Большой гордостью, но с большой тревогой, честно. У нас сейчас такие неспокойные времена. Но будем надеяться, что не подведет, да? Конечно. Причин для беспокойства нет. Срочников отправлять в зону спецоперации не будут. А воинская служба – священный долг каждого гражданина страны, считает Кирилл. Закаляют мужчину. Если нет каких-то качеств, там приобретут. Если есть хорошие качества, то станут еще сильнее. Я всегда хотел в армию. Я еще счастлив. В каких войсках собирался служить? Всегда была мечта в разведке, а так не знаю куда. Что ты для этого делал? Занимался? Занимался, да. Бегал, на трониках занимался. В этот день на плаце сборного пункта военкомата 33 призывника. Перед отправкой к местам прохождения службы со словами напутствия к ним обратились руководство военкомата, духовенство, представители власти. Служба в армии – это не только долг каждого мужчины, но это еще ответственный и мужественный шаг. И мы вам желаем, чтобы вот как сегодня ясная погода была, чтобы ваша служба была такой же ясной и легкой. Служба в армии, она не бывает простой и легкой, но это школа мужества, и настоящий мужчина должен ее пройти с честью и достоинством, потому что наши молодые люди идут в армию служить для того, чтобы с оружием в руках научиться защищать себя, свою семью, свою родину. Свои музыкальные подарки защитникам Отечества подарили артисты Республиканской госфилармонии. По традиции призывники прошли по плацу торжественным маршем под музыку прощания славянки, чеканья шаг и держа равнение направо. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Богатство города и его жители. Именно под таким девизом отпраздновали 96-ю годовщину образования города Карачаевска. На центральной площади имени Героя России Канамата Баташева прошло праздничное мероприятие, где отметили почетными наградами славных сынов и дочерей, проявивших себя в различных сферах деятельности. На праздники побывал и Алихан Лепшоков. Праздничное мероприятие к 96-й годовщине образования Карачаевска открылось демонстрацией ролика, где представили историю становления и развития города. Собравшиеся вспоминали, как 7 ноября 1927 году состоялось торжественное открытие города Микоян-Шахар в честь Анастаса Микояна, который поддержал идею строительства. В этот светлый день председатель облсовета Карачаевской автономной области Курман Али Курджиев ударом сабли перерезал красную ленту, дав старт жизни новому городу. В период депортации карачаевского народа город был переименован в Клухорий, а по возвращению в Карачаевск. Открывая праздничное мероприятие, от имени главы республики поздравил горожан первый заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Хазарчик Куев. Карачаевск – город молодежи и студентов. Их энергия, креативность и вера в свои силы подтверждают, что нет ничего невозможного для того, кто стремится вперед. Мы видим, как динамично развивается Карачаевский городской округ. Каждое новое здание, ремонт дорог, развитие образования, культуры и спорта – все это делается для наших детей, чтобы они жили счастливо и благополучно. Желаю Карачаевску и его жителям благополучия. После Хазарчик Куев вручил почетные грамоты правительства Карачаева Черкесии жителям Карачаевска, которые внесли свой вклад в развитие различных сфер жизнедеятельности. В свою очередь с днем города поздравил и мэр Карачаевска Марат Урусов. Он подчеркнул, что именно люди являются главным нашим богатством, благодаря которым мы продолжаем развиваться. Это праздник всех, кто любит родной Карачаевск и трудится на его благо. От имени всех присутствующих хочу выразить глубокую благодарность всем гостям этого вечера. Спасибо за теплые поздравления, за ваши искренние улыбки и эмоции. Сегодня мы поистине можем гордиться славным прошлым нашего города, традициями и, главное, богатством, неравнодушными, талантливыми и трудолюбивыми людьми. По доброй традиции в день рождения Карачаевска мэр Марат Урусов отметил званием заслуженных гражданин известных сыновей и дочерей города. В свою очередь виновники торжества выражали благодарность и поздравляли жителей с праздником. Это большой праздник, это Карачаевск, это центр культуры, это центр спорта, это центр кузницы кадров ученых, кадров педагогов, кадров спортсменов. И я желаю, чтобы наш город дальше еще больше и больше процветал. Я поздравляю всех горожан, жителей, гостей города Карачаевска с таким прекрасным днем, днем города. Я в этом городе провел почти всю свою сознательную жизнь, можно сказать, потому что после школы поступил в институт, потом в аспирантуру и вернулся сюда. До тех пор у меня место работы, только одна запись. Для всех жителей и гостей города был организован концерт с участием известных артистов республики и ярких танцевальных коллективов. Олег Анлипшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами дождь, ветер ночью южный, днем западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, а днем 15-20 градусов тепла и местами до плюс 15. Черкесии ночью без существенных осадков, днем слабый дождь, ветер ночью южный, днем западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днем 17-19 градусов тепла. Около 200 производителей из Карачаева-Черкесии и других регионов России приняли участие в ярмарке-выставке, организованной в республиканской столице. Контроль за ценами осуществляла специальная группа, составленная из руководителей ряда ведомств. В подробности в сюжете нашего корреспондента Артура Макце. Одно из самых масштабных торгово-развлекательных мероприятий Карачаева-Черкесии привлекло внимание огромного числа производителей не только из городов и районов нашей республики, но также из соседних регионов. Чего здесь только не было. И даже некоторое, по мнению ряда посетителей, неудобство с доступностью территории нивелировалось разнообразным ассортиментом свежих товаров и порой радующей ценой. Удобнее, конечно, на рынке, выбора больше, а по цене, конечно, здесь более приемлемо. У нас очень продукция самая вкусная, самая качественная, так что приходите к нам за покупками. Это откуда? Мёд из Краснодарского края. Сами мы местные, но с пчёлами туда выезжаем. Рядом с тибердинской капустой можно было увидеть мёд из Краснодарского края. А по соседству с саженцами из-за Адыгихабльского района расположилась продукция крупных предприятий лёгкой промышленности. Организаторы заявляли, что цены на ярмарки будут ниже рыночных. И сделали всё возможное, чтобы слова не разошлись с делом. Сегодня у нас уникальная ярмарка, она и сельскохозяйственная, и в первую очередь, наверное, конечно, она ярмарка первая, проводимая здесь, это лёгкой промышленности. У нас, как вы знаете, 2023 год объявлен годом промышленности Рашидом Бориспичем Тимрезовым. Соответственно, вот сегодня один из моментов, когда у нас легковики могут показать, чем богата, в принципе, наша эта лёгкая промышленность. В основном здесь принимают участие наши с региона сельхозтоваропроизводители. На сегодняшний день мы можем себе это позволить. У нас хорошо развивается на сегодняшний день развитие мясного и молочного скотоводства, не говоря уже о фруктах. На сегодняшний день заложено более тысячи гектаров интенсивных садов. Продукция, производимая на территории Карачаево-Черкесской республики, безусловно, является качественной и безопасной, потому что все структуры надзорные, в том числе и Россельхознадзор, осуществляют за этим постоянный мониторинг. Более того, я могу ответственно заявить о том, что большинство наших сельхозтоваропроизводителей являются добросовестными. Подавляющее большинство пришедших на ярмарку людей уносили с собой выгодные покупки. Впрочем, даже тем, кого товары по каким-то причинам не заинтересовали, было на что посмотреть, что послушать. Артисты провели некоторый концерт, а молодежные активисты мы вместе написали письма поддержки участникам спецопераций в новых российских регионах. Конверты в самое ближайшее время будут доставлены нашим военнослужащим. Артур Мухцелий-Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Геройски погибшему при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине 15 сентября прошлого года Аслану Динаеву в его родном поселке Майский в школе, где он учился Аслану Маратовичу, посвятили турнир под хэквондо. На спортивное состязание собрались спортсмены из Карачаево-Черкесии, из Ставропольского края, из Прикубанского района репортаж Аллы Динаевой. В этот солнечный, по-летнему теплый день, улыбаясь с фотографии, на собравшихся на турнир, посвященный его памяти, смотрит Аслан Динаев. Когда в школе поселка Майский открывали эту мемориальную доску, после мероприятия специальный корреспондент программы Вести, Карачаево-Черкесия Артур Мухцелий написал стихотворение письмо, которое он посвятил участнику СВО на Украине Аслану Динаеву. Жаль, не я тебе расскажу. Вновь за мужество взял медаль. Ты прости, что теперь гляжу. С высока, неподвижно, вдаль. Участвовать в соревнованиях команды спортсменов приехали из Черкесской, из Сентуков, в станице Суворовской. Пришли и дети, которые занимаются тэквондо в школе поселка Майский. Хочу пожелать всем ребятам успехов сегодня, всем ребятам занять призовое место, насколько это возможно. Приветствую всех участников турнира, посвященного Динаеву Аслану. Он был достойный человек, достойный воин. Желаю вам всем удачи, побед. А те, кто проиграет, пусть не отчаиваются. За каждым проигрышем идет победа. После торжественного открытия участники, их тренеры и, конечно, болельщики переместились в спортивный зал школы, где и начались соревнования по формальному комплексу «Толь». 50 спортсменов в возрасте от 5,5 до 14 лет. В 13 весовых категориях и 11 возрастных группах показывали свое мастерство в боевом искусстве. Аслан Динаев получил юридическое образование, служил в армии по контракту. А когда началась спецоперация, он участвовал в ней с самого начала. В июне прошлого года Аслан был ранен, но не остался дома, чтобы восстановить свое здоровье, а в скором времени вернулся в зону боевых действий. За мужество и отвагу награжден медалью Суворова. Но, к сожалению, его последняя командировка завершилась трагически. Посмертно Аслан Маратович награжден Орденом Мужества. Аслан был хорошим сыном, братом, любящим мужем и отцом, любил спорт и занимался боксом и побеждал на различных соревнованиях. Организатор турнира памяти Аслана Динаева и спонсор соревнований Рустам Халкищев. Аслана я знаю с самого рождения. Мы соседи. Я знал его, как он родился маленьким и вот до того, как он ушел воевать. Ну и хороший был парень. Сам занимался спортом, любил спорт, награды имел. Соревнования продолжались несколько часов. Внимательно следили болельщики, а важные слова поддержки тренеров перед спаррингами подбадривали и помогали одолеть соперника. И после обеда определились победители. Чемпионам турнира по тэквондо памяти Аслана Динаева вручили грамоты. А победителям в номинациях за волю к победе за лучшую технику. И спортсмену, получившему при зрительских симпатии Людмила Динаева, мама Аслана, вручила сертификаты на приобретение формы и экипировки. Спасибо всем огромное за то, что вы приняли участие в этом турнире. Огромное всем спасибо. Дай Бог всем здоровья. Анна Фетисова из Майского победила и получила сразу две медали. Конечно же, гордость присутствует, потому что это такой подвиг совершил человек. И меня сама берет гордость за то, что я выиграла на этом турнире, посвященный Аслану Динаеву. Всем хотелось сказать огромное спасибо. И как можно, пожалуйста, привлекайте детей больше к спорту, к патриотизму, чтобы у нас было на кого положиться и у нас был хороший тыл. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, поселок Майский. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Зеркало души». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.